Всем привет! Меня зовут Дарья и сегодня я вам покажу как настраивать передачу данных из Google таблиц в CRM-систему мой склад. Это нужно чтобы в автоматическом режиме передавать данные из Google Sheets в другие системы. Например, в CRM-системе мой склад вести учет всех заказов удобно обрабатывать и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Google Sheets. Теперь необходимо указать действие. Загрузить новые строки. На этом этапе необходимо подключить ваш аккаунт Google таблиц к системе Apex Drive. Дайте свое разрешение и Apex Drive на работу с этим аккаунтом. Когда подключенный логин отобразился в списке, выбираем его и кликаем продолжить. Теперь необходимо указать файл и лист Google таблицы, из которой будут передаваться данные в мой склад. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем продолжить. Теперь вы можете увидеть тестовые данные. Если вас все устраивает, кликаем далее. На этом этапе настройка источника данных успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем мой склад. Теперь необходимо указать действие. Отправка заказов. На этом этапе необходимо подключить ваш аккаунт мой склад к системе Apex Drive. Введите данные для авторизации в личный кабинет мой склад. Когда подключенный аккаунт отобразился в списке активных аккаунтов, выбираем его и кликаем продолжить. Теперь необходимо заполнить поля данными, которые будут отправляться в мой склад. Для того, чтобы назначить переменную, необходимо кликнуть в поле данных и выбрать ее из выпадающего списка. Когда все необходимые данные назначены, опускаемся вниз страницы и кликаем продолжить. На этом этапе мы видим тестовые данные. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем отправить тестовые данные в мой склад. Переходим в CRM-систему мой склад и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных в мой склад успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление. Выбираем интервал срабатывания связи, например, один раз в 5 минут. На этом все! Желаю вам успешных настроек интеграций и удачи!